Здравствуйте! Я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программы «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. Сегодня у нас торжественный случай, торжественная программа, которая будет посвящена всеми любимому городу нашей столицы, гагузской автономии, городу Камраду. Камрад – это город на юге Республики Молдова, крупнейший по численности населения город автономии, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр, административный центр Камрадского района. Камрад обладает особым статусом в административном делении Республики Молдова. Он является муниципием. Расположен он в центральной части Буджакской степи на реке Ялпук. Итак, об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с гостями, которые уже находятся на студии. Каждая из них занимает определенную должность, имеет свою работу, свой статус в нашем населенном пункте. Но в этой программе я их представляю как жителей муниципии Камрад, потому что программа посвящена нашему муниципию. Итак, я вам представляю наших гостей. Это Валерий Кыса. Здравствуйте. Добрый день. Это Олег Кристоф. Олег, здравствуйте. И Владислав Анатольевич Маринов. Здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, начнем традиционно с вас, Валерий, когда в программе вы у нас присутствуете. Это значит, что исторической справки быть. Я знаю, что вы уже не один год занимаетесь изучением истории не только нашего города Камрад, но и другими интересными фактами. Расскажите, пожалуйста, когда впервые датируется название, упоминается наш город. Расскажите, пожалуйста, обо всем. Я думаю, что для наших телезрителей это будет очень интересно. Большое спасибо. Здравствуйте. За приглашение, за возможность высказать свое мнение, рассказать факты исторические, которые задокументированы. Начнем с того, что, как вы сказали, что Камрад – это столица Гагаузии. И Камрад имеет огромное культурно-экономическое значение, поэтому очень важно знать историю этого города, именно действительно фактически, как она есть, без всяких вымыслов и приукрашиваний. Поэтому я начну с того, что в 2002 году вышла есть энциклопедия, называется «Населенные пункты Республики Молдовы». Там описаны практически все населенные пункты Республики Молдовы. Это книга издана на молдавском языке, но мы ее перевели, там то, что касается про Камрад. Там есть информация короткая, но про Камрад. Там указана дата, написано «Аттестатла 27 мая 1443 года», получается, 15 век. Этим изучением занимался исследованием молдавский ученый Владимир Нику. Есть документ, но я этот документ, честно говоря, не видел, и наши ученые тоже, гагаузские ученые, которые занимаются историей, этот документ никто не видел. Но упоминается про Камрад именно 27 мая 1443 года. Также есть такая дата, это, как мы сейчас ныне празднуем, это август 1789 года. Есть еще, говорят, что есть дата еще на рубеже 18-19 веков Камрад образовался, но это все пока документов. История такая наука, что она требует документов. Если документов нет, это просто слова, вымыслы. Начнем с того, что нынешний Камрад находится, здесь жили буджатские татары. Их называли еще нагайцами по имени хана Нагая. Они сюда переселились примерно 15-16 век. Учитывая то, что 15-16 век, и вот ученые Владимир Нику говорят, что 1443 год есть упоминание Камрада, то, возможно, вот эта дата, она близкая именно к основанию Камрад. Но дело в том, что здесь, на этой территории, жили нагайцы. И название Камрад дали буджатские татары. Потому что наши переселенцы, гагаузы, болгары, когда в свое время переселились, они уже переселились в Камрад, который уже имел название. Камрад. До этого был такой населенный пункт, это в районе нашего озера, назывался Копчак. Туда они переселялись с территории нынешней Болгарии и жили в том населенном пункте. В 1817 году, где-то осенью, примерно где-то 50 семей переселились в Камрад, вот нынешний Камрад. До этого, потому что в 1809 году, здесь уже в этом Камрате, буджатские татары уже не жили. Они отсюда ушли. И получается, в период 1809 год, по 1817 год, в Камрате практически, ну, может жили какие-то разрозненные семьи, там какие-то, до этого никто не жил. Поэтому, по учитывая, там вопрос стоит, почему именно с Копчака многие переселились именно в нынешний Камрад. В Копчаке жили разные семьи. Там жили и молдаване, жили трансильванцы, болгары, македонцы. Ну, они как жили, жили дружно. Но потом, как обычно, начинаются разные экономические вопросы, проблемы, непонятные вещи. Поэтому многие переселили. Часть семей переселилась в нынешний Камрад, часть переселилась в Джалтай, в село Джалтай. Одним из переселенцев был Русси Маджар. Он переселился со своей семьей. Ему было в тот момент 36 лет. Его супруга Параскева, сыновья, получается, двое сыновей, трое дочерей, еще и отец. Многодетность. Да, да. Почему я именно говорю про Русси Маджара? Потому что он переселился с семьей и с другими семьями с Копчака в Камрад. Нынешний в 1817 году. В 1818 году, когда они переселились, есть уже списки документальные, что они переселились в Камрад. Его выбирают на три года старосты Камрада. То есть, по нынешнему названию, это примар Камрада. Получается, что Русси Маджар был первым примаром Камрада. Я об этом писал в соцсетях. Это все документально. Почему именно 2018 год конец? Потому что есть документ, труды ученых архивной комиссии, где указаны все населенные пункты, вот сколько семей. Но Камрада тут нет. Тут указан, например, указан населенный пункт Копчак, тот, который мы говорим. Тут указано 64 болгарских семейств, 16 молдавских, в том числе два священника, и именно имя священника Гавриил Тегичанов. Это получается 1817 год, май. Но в осень 1817 года они уже переселяются в нынешний Камрад, и уже в 1818 году они уже указаны в переписях, как уже Камрад. Получается, что наши переселенцы, вот Гагаузы, Болгары, наши предки впервые оказались в Камраде нынешнем, в 1817 году. Но это нельзя говорить, что Камрад основался в 1817 году. Это жители переселились. Камрад был и раньше. Получается, это буджакские татары тут жили, они подчинялись Османской империи, они были своего рода как буферная зона, как приграничная зона, окраина Османской империи, они как бы получается как охранные такие войска. Их тут было более 100 тысяч человек, буджатских татар, потому что правильно можно назвать и нагайцами, и буджатскими татарами. Поэтому я все основываюсь на документы, ничего не придумываю и считаю, что, конечно, близкая дата, я все-таки считаю, 27 мая 1443 год, это более такая достоверная информация. 1443 год? Да, это вот указал этот ученый, или молданский, румынский, точно не могу сказать, я про него не слышал никогда, но вот здесь читаю, Владимир Нику, ученый. И вот такая вот информация, если какие-то есть... Благодарю вас, но я знаю, что у Владислава Анатольевича есть другая информация, другая дата. Валерий правильно эту дату сказал. То есть она не та дата, которую мы сейчас празднуем, день города? что Валерий сказал. Расскажите и вы тоже, Владислав Анатольевич. по очереди. А, ну давайте, у меня коллегу есть... Можно я сейчас, извиняюсь, Ирина, смотрите, когда, почему название Камрад? Камрад, я уже выше говорил, что название Камрад это дали буржасские тары, потому что этот населенный пункт они основали, это были кочевые народы, они увлекались лошадьми, скотоводством занимались. У них этот населенный пункт, который был в Камраде, здесь устраивали они скачки различные. Ну, было такое отношение, дело в том, что как лошади, кони, они имели для них огромное значение. Это был, можно сказать, такой транспорт, и транспорт, и вообще передвижение. И они как бы относились к ним очень бережно, любя к этим животным, они устраивали скачки. И вот есть такая легенда, как бы она, ну, как можно сказать, она не подтверждена, но дело в том, что я находил один документ. Ну, легенда, на той легенда. Был документ, в Камраде был некий учитель Бельбенко, где-то в начале XX века, он учил, работал в этом лицее, который вот, и он написал именно про эту легенду, что был устроен там некий Орумбет-углу, это у них они были эти роды, роды, нагайцы имели свои роды, буджатские татары, поэтому один из представителей этого рода, Орумбет-углу, он устроил конкурс, ну, имеется в виду скачки, и на этой скачке победила лошадь или конь по кличке Комурат, черная лошадь, и вот пошло вот это название, так вот. Я нашла также информацию, что в свою очередь гагузский просветитель Михаил Чекир придерживается версии, что происхождение названия города татарского Комурат, что совпадает с народной легендой о черной лошади Комурат и сегодняшнем символе города Комрат, это черная лошадь, которая есть на эмблемах при входе в парк, да, черная лошадь, мы видели, гравировка, есть. И вот, раз уже Владислав Анатольевич передает слово вам, Олег, мы переходим плавно к вашему вопросу. Комурат, такое название носит ваш конно-спортивный клуб, который вы организовали со своим старшим братом, мне очень приятно об этом говорить, потому что вы мои ближайшие соседи, мы выросли на одной улице, и я знаю, что на Комсомольской живут самые добрые отзывчивые люди, и мне это приятно вдвойне. Олег, расскажите, пожалуйста, вот для меня, честно сказать, я слышала о том, что вы любите животных, что бережно относитесь к ним, знала, наслышана была, да, о том, что у вас есть такое хобби, но подробно эту информацию не знаю в первую очередь я, и мне интересно тоже это было бы услышать. Еще раз, здравствуйте, дорогие зрители. Да, действительно, мы решили воссоздать немножко, то есть, когда-то, в 2007 году, впервые наши ребята, комрадские, конники, не конюхи, а конники, это такое небольшое уточнение, конник, это человек, который занимается лошадьми, увлекается коном, спортом. Дерминижи Григорий, Михаил Златов, они выезжают постоянно, участвуют по всей Молдове, по всей республике, устраиваются расистые бега, кстати, да, мы проводим расистые бега, не скачки, скачки у нас, как украшение, это один заезд происходит, такого формата. И эти ребята на голом энтузиазме попытались организовать, пригласить также остальных участников со всех уголков нашей Молдовы, даже из Приднестровья, с Украины ребята приезжали, мы помогли им тогда организовать дорожку беговую, можно сказать, потому что ипподромом ее сложно назвать. Вот, и вот оттуда оно все пошло, поехало, потом подхватили местные власти, поддержали на следующий год, четыре года проводились подобные соревнования, и как-то все затихло после этого. Получается, заехали мы дарил Ивану Георгиевичу на ферму, увидели лошадей, а это давняя мечта моего брата была. Вы говорили, что это Дмитрий. Да. Через неделю он меня обрадовал, у нас было семейное мероприятие, мы, значит, сидим за столом, а у него улыбка с лица не сходит. Я говорю, купил, купил. Он приобрел в Чедерлунге на конеферме от пролин кобылу вместе с жеребенком. Этот жеребенок у него вырос, ему 5 лет, он в этом году будет участвовать, принимать участие в российских бегах, которые пройдут у нас, кстати, мы еще анонс не записывали, 24 августа на Камрадском ипподроме. Мы сегодня подкорректировали дорожку, подровняли там, готовимся. Через полторы недели, грубо говоря, у нас будут российские бега. Приглашаем всех желающих поддержать наших конников. И вот, и после этого наши ребята, когда мы уже начали заниматься этим более серьезно, за последние три года только в нашей получается вот этой вот организации наших друзей около семи новых ребят, которые никогда этим не занимались, они приобрели себе лошадей, они тренируются, участвуют, выезжают на мероприятия всякие, то есть расширяется очень быстро этот спорт, это увлечение, оно не из дешевых, потому что это не мотоцикл, который можно заправить или оставить его зимовать, законсервировать, лошадь надо кормить, ухаживать, убирать, расщищать копыта и прочее, прочее, лечить, то есть заниматься ею, потому что, как говорит Константин Васильевич, если ты ее занимаешься, подготовил к соревнованиям, отложил на неделю, эта лошадь вынесет тебя из своего загона, если, говорит, ты ее отложишь на три недели, не будешь заходить, как бы в нее не заниматься, то тебе к ней придется уже заходить с ружьем, так шуточно, он говорит, потому что энергия у этих животных, характер, просто море, и действительно, возвращаясь к истории города, мы решили назвать наш клуб Комурат, по легенде, дополню, сейчас слышал версии, что там была все-таки гниная лошадь, но, по версии города, как бы название, ад это лошадь, кемюр это черный, и по одной из версий, вот было, что именно черная лошадь, угольная черная лошадь, то есть вороная, и оттуда пошло название нашего города. Я хочу отметить для наших зрителей, что мы против любого насилия над животными, это я должна сказать по правилам, не пугайтесь, Олег, у вас было такое высказание, мы должны об этом сказать, но я вот, живя на нашей улице, да, в детстве, прекрасно помню, что вы всегда очень любили собак, у вас всегда были очень интересные породы, и собаки не маленького размера, будем говорить откровенно, Олег, а вот лошадь сейчас где находится, и кто за ней ухаживает в большей степени, мне интересно знать. В большей степени ухаживает наш коник и конюх по совместительству Дермиджи Григорий, лошадь содержится на территории Мордарь Ивана Георгиевича, он нас приютил там, меня, Диму, с нашими питомцами. Маленькими. Да, то есть, помогаем по возможности уже Грише там, по территории, по всем, заготовке кормов и прочим, 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 то есть, в свободное время все буквально уходит на лошадей. Вот вы также упомянули, можно на ты, ты упомянул и про ипподром. Да. Скажи, пожалуйста, вот кто занимается ипподромом? Мне это уже интересно, потому что, ну, работать нужно. Да, ну, шуточно, ребята называют меня директором, потому что у нас, как бы, мы так и не зарегистрировали наш конно-спортивный клуб, он у нас пока только, так, между нами, мы его называем конно-спортивным клубом. все в процессе. Примария города Комрад, наш примарь Сергей Ильич, он нас поддерживает в этом постоянно. В этом году мы уже будем проводить третий подряд «Рассисты и бега». Я надеюсь, что так же будет продолжаться все дальше и набирает, смотрю, обороты. Приезжают люди с разных уголков как бы нашей страны просто посмотреть. Активные очень в фейсбуке. У нас есть страничка в фейсбуке, Комрад, так и называется, «Конно-спортивный клуб». Люди со всех сторон пишут, а когда, где всем интересно. То есть, интерес есть. И хотим развивать на базе, опять же, нашего «Конно-спортивного клуба» некие услуги. Люди пишут, обращаются, хотят приехать покатать детей, сами покататься. К сожалению, у нас только есть пони, на котором мы можем покатать детей. И пони есть у вас? Есть пони. Один. Один же рыбец. И вот на нем катаем деток. А остальные лошади, они предназначены для рысистых бегов именно в качалке, в упряжке. Потому что мы занимаемся чисто орловскими рысаками. И они в большей степени это легкоупруженная упряжная лошадь, которая используется для рысистых бегов. Она склонна по своей природе к резвой рыси. То есть над этим надо, конечно, много работать, чтобы ее поставить на уверенную рысь. Это вид алюра. Есть голубь, шаг и рысь такого формата. Это искусственный алюр, который немалым трудом достигается. То есть надо поставить лошадь на уверенную рысь вот такого формата. И, к сожалению, на этих лошадях нежелательно кататься верхом, дабы не испортить вот этот вид алюра. Интересное очень занятие, Олег. Тем более, пользуясь случаями знала вас у соседей с муниципальной советники. И вот по правой стороне сидит у нас тоже муниципальный советник Сергей Ильич, я думаю, вас поддержит. Он всегда за такого рода развитие нашего города. Ну, Владислав Анатольевич, мы все-таки переходим к вам и вам слово. Расскажите, пожалуйста, вот что вы рассказываете чаще всего посетителям вашего и нашего краеведческого музея, когда они к вам приходят и интересуются все-таки городом, столицей нашей гуговской автономии? Ну, я вначале хочу поздравить сограждан с наступающим праздником. Первоначально он был обозначен как 16-го числа, потом переносилось с годами на разные даты. Несмотря на то, что вот дата есть сегодняшнего праздника и выставлен в парке камень, я просто знаю всю историю, как появилась эта дата и ну, как документов этой даты нету. дату правильно вот Валерий рассказал, потому что книга Владимира Нику, это двухтомник красного цвета, ну, не такие толстые обычные книжки. Локалитет Сейдин Молдова, это населенные пункты Молдовы, они были у Туфара. Был у нас ученый такой, Николай Харламович, и он любезно предоставил мне эти книги в музей, ну, временно, естественно, мы сделали, скопировали данные и там действительно дата, вот Валерий сказал, 1443 год и 27 мая как аттестация этого населенного пункта, потому что пункт аттестован. Ссылки там шли на Бухарестский архив. Мы несколько раз давали запросы, но ответ не поступил нам. В более поздний период уже в наши времена, лет 10 назад в Кишиневе был выпущен под таким же названием локалитет Сидин Молдова многотомник. На тот период, когда я ознакомился с книгами, было уже 12 или 13 томов. Дальше были связи утеряны, не могу сказать. В четвертом томе та же дата и те же архивы ссылки на Бухарест. Ну, уже в этом новом издании голубого цвета она такая толстая уже, примерно 5 сантиметров толщиной. все эти многотомники были примерно такой толщины. И там добавка была из Степана Булгара статьи, дом Драганова показана фотографией, там Мавраги дом по Комсомольской, вот если там, где вы живете, напротив вас был двухэтажный домик такой с лестницей. Это где напротив Сербиновы? Нет, нет, это выше, где двухэтажка. А там, где сейчас возводится новое здание, Там был интересный Мария Васильевна Маруневич рассчитывала и планировала там, ну, с нашей помощью тоже, что открыть дом Гагаузов, этнографический дом Гагаузов. Как близко было бы ко мне. Ну, рассчитывали на эту тему, но Мария Васильевна скоропостижно скончалась. Была идея у Баса дом вот этот напротив церкви, музыкальная школа, что был. Там тоже, ну, он более интересный дом такой. И в центре. Музыкальная школа бывшая. Тоже не получилось. Ну, что делать, так бывает. Вот эти даты там даются. 1443 год. Но я скажу, что на территории нашей, ну, начиная со станции, особенно поймой реки Илпух, хоть многие исторические вот эти учебники пишут, что Буджак был слабо заселен, но это не совсем корректно, не совсем точно. Буджак был заселен очень серьезно и довольно плотно. и начиная с до нашей эры веков музеи вот есть крючок очень большой сантиметров порядка 7-8 длиной до 10 сантиметров это на крупную рыбу на сама либо на осетровую бронзовый век это как минимум 2000 лет до нашей эры то есть 4000 лет назад где-то в тот период это было говорил я с одним из археологов Огульниковым Сергеем Михайловичем и он подтвердил что они как-то нашли кости Белуги в районе Камрата по весу примерно 700-800 килограмм Ого Белуга Ну река была широкая была судоходная находили очень много и якори ну естественно судно речные не морские были корабельных жетонов много находят и по сей день кто ходит занимается этим делом так что население было всегда здесь очень большое крупное селение находилось на территории кукурузный завод черняховская культура оно было разорено нашими предками когда пришли хунны гунны это 3-4 век сюда пришли и кроме этого селения второе селение находилось рядом по соседству примерно тоже и в эти же века они там разница в полвека ну очень небольшая тоже уничтожено хунновы гунами это итулийская культура раскопки ввела академия наук в частности огульников Сергей Михайлович найдены металлические предметы не были найдены черепки от сосудов глиняных хранятся в музее выставлены в экспозиции итулийская культура называется по названию по селу Итулия что впервые была эта культура найдена в том районе черняховская на Украине была найдена и тоже название по населенному пункту и я скажу в этом году отмечается уже круглая дата 110 лет черняховской культуре поэтому интересно что еще можно сказать по черняховской культуре что вела раскопки академия наук очень много найдено интересных артефактов которые хранятся в Кишиневском музее хранились в музее археологии на сегодня музей истории Молдова там также завидует сегодня музеем один из археологов Евгений Сава домнул Евгений Сава большой специалист в области археологии вот те экспонаты находятся у нас что можно добавить по тому пункту населенному что там стояли доменные печи то есть 2000 лет назад почти стояли доменные печи ну задавались археологи откуда руда проводились анализы руда балканского происхождения то есть завозилась с Балкана Владислав Анатольевич я бы хотела чтобы вы еще прокомментировали я попрошу вот наших моих коллег чтобы они показали это герб нашего города это румынский румынский герб да но лошадь не черная там была лошадь столистого цвета ниже герб был еще герб но он принят был как Камрадского района Петр Влах работ на столике черный конь в таком ну как убранстве виноградной лозы это герб Камрадского района нижний герб это герб города Камрада разрабатывали Андрей Федорович Копча непосредственно он используется на сайте примарии по-моему у нас музей он много было разных вариантов но с Копчей был еще и Андрей и Варлак вот они вдвоем признаны как этот герб кстати был утвержден в июле 2005 года что бы я еще хотела отметить получается что Камраду Камрад стал известен упоминаться 581 год назад получается если мы взять 27 мая и дата на самом деле практически в два раза больше да я хочу рассказать хочу как появилась сегодняшняя дата да вот мне очень интересно и про камень который установлен в парке в 69 году в прошлое столетие был открыт Камрадский музей и с филиалом в селе Бешалма Бешалминский музей официально тогда не был и вот этот филиал подчинялся Камрадскому музею Камрадский музей поставлялись некоторые документы с Кишиневского национального музея ну тогда государственные он считался и вот пришли фотопластинки с картой Бауэра и ну мой отец когда заведовал он перефотографировал Кишиневе эту карту естественно качество гораздо хуже было чем вот этой карты сегодня в интернете и на этой карте было ручкой написано в месте где примерно располагался Камрад 1789 год и вот с этого места и начали танцевать дело в том что в тот период это 89 год по-моему прошлого столетия Кишинев отмечал какую-то дату круглую там юбилей потом меняли они и Камрад решил не отстать говорит что мы хуже Кишинева и решили сделать 200 лет Камраду вот эту тему ну надо же это было на самом деле да это было на самом деле надо было найти эту дату и начали одна из корреспондентов я просто не буду говорить кто но она и на сегодня живая правда уже в возрасте но она потом отказалась что она а вот там в музее есть эта карта и вот на ней написана эта цифра цифра что обозначало никто не знает ну взяли за основу вот эту цифру поэтому было потом я говорил с нашими как говорится борцами за Гагаузи они говорят ну мы думали и решили что это будет условно праздник что должны дата должна быть и вот взята вот эта дата я считаю что пока не будут найдены подтверждающие документы не документы которые 90-е и 2000-е года что кто-то написал вот это самое а документы именно архивные поэтому пока мы считаем наш музей считает это условно принятой датой благодарю вас Владислав ну праздник есть праздник а по поводу камня в парке еще монумента памятника ну чуть позже но 89-й год или чуть позже был установлен этот памятник в связи с тем что провелся день города очень большой я присутствовал на площади еще старые магазины стояли эти и традиционно открыли много людей памятник по-моему не в тот день по-моему чуть позже надо в газетах посмотреть архивные фотографии встречаются они есть недалеко оно ушло дата здесь немножко уже понятно нам я бы хотела еще так же зачитать и сказать о том что на данный момент примаром муниципии Камрад является Сергей Анастасов но были те кто был одним ну руководители были до него я бы хотела их почитать вот во время Российской империи с 1817 по 1918 год у нас были Константин Койчев ой 1817 1818 года были выборные старшины тогда так называлось это другое немножко почему список руководителей потому что верхний буржавский округ старшина Койчев был старшиной верхнего буржавского округа старостой Ковратов был Руси Мажар с 1918 года вот здесь вот здесь у нас идут это уточнение чтобы знали это правильно и очень нужно немножко путают эти вещи это официальные данные которые опубликованы поэтому мы собрались в этой студии сегодня господин Коса чтобы вот хорошо вы внесли свою лепту тогда давайте начнем чтобы у нас не было споров все-таки это история это данные списки еще далеко не полные да они будут корректироваться поговорим тогда с 1990 года по настоящее время и так председателем горосполкома был Андрей Семенович Буйклы с 90-го по 91-й год это уже будем говорить там где у нас споров нет и мы не собираемся спорить мы не спорим просто это уточнение правильно очень здорово председателем горосполкома был также Леонид Федорович Добров в 91-го по 94-го года примар был Дмитрий Георгиевич Кырма в 94-й в 95-й год примар Иван Дмитриевич Кольчик в 95-й в 96-й год примар Анатолий Георгиевич Карабаджак в 96-й в 97-й вот по году да примар Дмитрий Георгиевич Кырма снова в 97-й в 98-й Константин Петрович Таушанжи в 98-й в 2004-й Николай Харламович Дудогл в 2004-й в 2015-й год и Сергей Ильич Анастасов 2015-го по настоящее время Я или прослушал и Кизли назвали? Не Кизли нет Я не нашла Эту информацию Кизли был по-моему председателем района А вы помните другое? По-моему Горсоментом был Председателем Камрадского района был Экизли Это имеется председателем Горисполкома Они сейчас потом стали примарами Это вот правильно так Понятно Скажите пожалуйста вот каждому из вас наверняка приезжают гости жители других регионов или вообще других стран Вот если мы поговорим о нашем городе о нашем городе Камраде Что в первую очередь вы показываете как жители нашего муниципия какие достопримечательности Вот куда Давайте расскажите Смотрите Спасибо за вопрос конечно В последнее время часто наш Камрад посещает гости из различных стран даже из очень далеких стран потому что Камрад Камрад столица Гагаузи она представляет интерес потому что здесь образована автономия автономия была образована слава богу бесскровно и она до сих пор у нас функционирует и как столица очень многих интересует даже вот буквально недавно со мной связались с одной прибалтийской страны для экскурсии организация именно Камрад и Гагаузи им представляет интерес потому что Гагаузы как бы православный народ только язычный как бы уникальный народ сохранивший свою веру культуру и представляет интерес поэтому многие очень интересуются приезжали очень много с Израиля до сих пор у меня даже мой хороший приятель сейчас живет в Кишиневе он журналист израильский он здесь сделал репортаж про Камрад опубликовал в израильской газете Вести на русском на еврите на английском это есть ссылка в интернете можно прочитать ознакомиться рассказал о Камраде о достопримечательностях какие у нас есть в первую очередь достопримечательности это конечно церковь она представляет действительно это собор это действительно один из красивейших соборов можно сказать не только юга Молдови но и всей Молдовы можно сказать Бессараби всей Бессараби это у нас получается и Болград Измаил до Белгород-Днестровска Бессараби Буджак поэтому это в первую очередь действительно очень серьезный построенный собор самое интересное что жители Камрад тогда построили на свои средства этот собор это действительно очень примечательный факт важный как люди могли в то время сплотиться возле создания такого собора какая была сильнейшая вера доверия другу это еще раз доказывает что на нашей территории живут очень добрые душевные люди верующие абсолютно верно Ирина и что самое интересное тут жили не только гагаузы жили люди разных национальностей в тот период когда храм строился жили и гагаузы и русские и украинцы и молдаване ну разные национальности поэтому они сплотились возле веры православия потому что православие это действительно такой знаете стержень который действительно сохранил нас народ и ведет нас вперед в будущее я уверен что наши потомки это все подхватят и мы пойдем вперед как говорится ну кроме собора который строили у нас еще была Успенская церковь вот где сейчас находится мемориал освобождения это кстати отдельная тема вы наверное знаете что у нас приближается 23 августа это круглая дата освобождения города Камрата 80 лет от немецких войск это буквально уже скоро на следующей неделе будет такая круглая дата кроме церкви у нас есть и другие интересные исторические объекты я начну вот исторические объекты это издание Камратской администрации кстати она очень хорошо сохранилась это дом принадлежал меценату Георгию Ивановичу Цанкову Кольчику действительно она вот сделана в том архитектурном стиле того периода ну там находится здание администрации здание находится в ухожем состоянии ну может быть в дальнейшем какие-то будут когда-то может быть уверен там будет может какой-то музей пока так слава богу что она сохранилась оно переделано дальше у нас переделано первое с данного здания практически часть вот этого навеса над крыльцом и то она где-то около половины ну смотрите на то что переделано мы можем ее восстановить как она была в начале ну у нас тоже самое с церковью что церковь тоже что превращена церковь далее у нас есть больницы хорошо что она у нас есть она реставрируется для того чтобы все восстанавливается уже нет уже нет кресты кованые кресты которые почти 200 лет простояли были заменены на профильные трубы профильный металл а где эти кресты это ваша точка зрения это не моя а чья ну это нормальных людей двери из моренного дуба на сегодня в Европе не позволят поставить моренный дуб на двери но может не удалось их сохранить знаете совсем нужен уход конечно не портится конечно все равно нужно обрабатывать Владислава Анатольевича он не портится я хотел продолжить их надо было реставрировать уважаемые гости это хорошо что у каждого из вас есть своя точка зрения и каждый из вас ценует свой город поэтому я хочу продолжить что у нас кстати в Камрате в 906 году была открыта больница считайте самая современная на тот период юго-молдавии это Камратская больница больница была открыта на средства тоже жителей Камрата понимаете это тоже примечательный факт еще раз доказывает и церковь и больница как люди беспокоились о своих жителях переживали чтобы было достаточно качественное лечение построили больницу она открылась 1 января 6 года но у нас еще была построена рядом еще в 908 году она называлась отделение заразное заразное отделение можно сказать это больницу построил житель Камрата на тот период они жили в Одессе это семья Боклукчук они построили эту больницу на свои личные средства в память о своем умершем сыне и эта больница заразное отделение открылась 1 января 908 года и мы не раз на эту тему уже говорили мы уже в этой студии и это правильно наверное поправку можно ну давайте ну пусть пусть будет реплика чтобы все точки зрения звучали этот человек жил в Камрате и имел дом где ковровую фабрику построили вот на сегодня фуршет вот на том месте был его дом откуда я знаю это прадед моего отца даже так видите и вот этот колокол на колокольне основной взнос сделали эта семья фамильный центральный колокол его с барлефом так что имеет отзывали его Николая Степанович Николая Степанович буклукчу через букву потому что очень много было в советское время убирали эту фамилию с буквой О как мусорщик шел но турки открыли то что буклукчу это человек который имел с буковыми плантациями краснодеревщик по русской и вот поэтому эта семья довольно богатая была и в Одессе имели бизнес химические какие-то комбинаты там похоронены там склеп фамильный в Одессе но он занесен в ЮНЕСКО но как подобает нашему времени нашему обществу был разорен и находится в плачевном состоянии благодарю вас Владислав Анатольевич может да господин мне бы хотелось чтобы не только исторические факты сейчас звучали а вот прям кого из своих гостей и куда вы водите в Камраде показывайте эти три здания и еще куда смотрите очень интересует всех памятник Ленина почему-то все хотят посмотреть на памятник Ленина но если бы заметили такую тенденцию кто бы не проезжал у нас или любые туристы они всегда фотографируются что для них это что-то новое потому что в последнее время участили случаи когда такие памятники снимаются полностью практически на территории нынешней республики Молдова таких памятников вообще не осталось поэтому они когда видят туристы эти памятники просто удивляются давайте мы сфотографируемся возле этого памятника ну конечно еще у нас есть музей Владислава Анатольевич директор хороший музей и очень многие туристы желают зайти посмотреть изучить потому что музей показывает историю нашего становления нашего региона потому что региональный уникальный музей история нашего города тоже освещается там и наверное еще другие достопримечательности куда ну у нас есть много достопримечательностей именно вот имеете ввиду исторические есть памятник есть памятники памятника освобождения это на месте Успенской церкви была такая Успенская церковь которая была по-моему кажется если не ошибаешь 1819 1819 1819 годы построена на месте деревянной церкви то есть Камрад был уже и в Камраде был кирпичный завод строился из красного кирпича эта церковь есть и фамилия чей кирпичный завод был деревянная церковь была смотрите совпадают у нас даты вот смотрите даже если так логически взять конец 1817 года с Камчака переселяется на Нишний Камрад 1818 год они уже принимают присягу российского императора переселенца и соответственно 1819 год уже начинается строиться церковь которая действительно нужна для жителей нашего города уважаемые гости наше эфирное время скоро закончится поэтому я предлагаю подключить к нашей беседе и Олега Олег скажи пожалуйста вот твои гости куда в первую очередь ходят в Камраде ну как обычно всех привлекает наш собор парк у нас довольно так и красивый камень камрадский наш знаменитый в большей степени это все и дальше мы перемещаемся уже на ферму Олег скажи пожалуйста вот какие планы у вас в отношении вашего конно-спортивного клуба и я бы еще хотела вот когда пришла эта идея уточнить возродить конно-спортивные вот эти ваши российские бега ведь они когда-то тоже проводились у нас на нашей территории все-таки степь боджакская да это понятно что это все было вот как я ранее говорил в 2007 году мы первый раз провели подобное мероприятие то есть ребята проводили я просто подключился где-то чуть-чуть частично финансово опять же помогали воссоздать этот ипподром то есть такого формата проводилось несколько лет подряд затем затихло и вот три года назад когда наши жеребцы уже начали подрастать то есть вот мы решили сделать новую дорожку потому что к сожалению та старая после реконструкции обездной дороги нам стало выезжать на тренировки очень тяжело из-за транспорта большого потока грузовиков лошади все-таки спортивные они имеют немножко другой нрав более пугливые то есть это уже стало травмоопасно и в связи с этим было принято решение новую дорожку сделать с этой стороны Елпуга примар подключился поддержал нас сразу дал добро через несколько дней буквально выделили нам грейдер заправили сделали разметки все по геоданам уже более модно современно более точно что по планам по планам завести лошадей на которых можно и обучить их то есть для того что можно было встречать гостей многие приезжают дети с ограниченными возможностями есть такой термин ипотерапия то есть многие обращаются но к сожалению мы ничем не можем пока помочь хотим завести хотя бы две лошади обучить для верховой езды чтобы более спокойные были уже такого формата и дай бог чтобы это у вас получилось потому что это очень интересно и нужно многие люди хотят да и кстати пока не утвержденный проект есть но я очень надеюсь что в Камарате построят нормальный профессиональный ипотрон это будет одно из визитных карточек нашего города так как в больших странах в Украине их два это киевский одесский ипподром московский ипподром в Румынии построили в Петерских то есть в Болгарии очень набирает оборот данный вид спорта да они немножко там в Европе другими рысаками занимаются орловские рысаки у нас широко развиты в Молдове благодаря Чедруновской планиферме и вот будем надеяться что будут подключаться еще также дальше молодые энтузиасты которые готовы заниматься этим спортом благодарю вас Владислав Анатольевич конечно вам такой вопрос куда вы приглашаете своих гостей что вы показываете в первую очередь я не буду я знаю что вы добродушно встречаете всех у себя в Акровическом музее и ведем экскурсию на нескольких языках у нас есть специалист и что и на английском и европейский ряд языков знает так что ну первое место куда люди идут это естественно в собор и в музей Владислав Анатольевич а вот я знаю по секрету скажу что у вас есть много очень таких хороших интересных вещей которые еще не представлены в публике планируете ли вы поменять экспозицию я знаю что есть у вас мы сохраняем временно постоянно вносим эти экспонаты выставки экспонаты так что не застаивается это разговор некоторых отдельных лиц что все застарело надо историю правдиво показывать и она у вас широко представлена в музее я знаю вообще музей является самым крупным на юге Молдовы порядка 87 почти тысяч экспонатов и мы вас благодарим могли бы представить если было бы место полностью ну мог бы еще рассказать дело в том что теория вернее легенда не единственная по Камрату их несколько легенд и одна из легенд это вынес ну Валерий сказал про гнидую лошадь выиграла скачки есть легенда что вынес хана с поля битвы раненая лошадь была и раненый хан тяжело раненый и вот благодаря тому что лошадь его спасла есть легенда что молодой человек выиграл скачки получил деньги и спас население в то время свирепствовал холера и чума но есть и другая теория что название города происходит это научная теория уже от племени конград подтверждают и турецкие ученые и ученые приезжающие из Кавказа в том числе и нагайские братья почему вот высказывание идет что здесь была нагайская орда здесь была боджакская орда 6 улусов улус это маленькая орда вы говорите сейчас о 16-17 веках в тот период и раньше эти 6 улусов один из них был киргизский один был нагайский действительно второй предположительно нагайский но быстрее всего что нагайский три улуса были свободные и почему нельзя эту орду назвать чисто нагайской потому что беря карты вот у нас музей выставлено боджакской степи именно где там четкая граница нагайская орда и кочевия где кочуют так и написано где кочуют земли где кочуют боджакские татары я благодарю вас Владислав Анатольевич коллеги подсказывают мне что уже наше эфирное время подошло к концу я благодарю вас за то что вы пришли сегодня к нам в студию буквально пару минут под пару предложений могу представить вам если вы хотите что-то добавить или поздравить наших жителей нашего любимого города Камрат уважаемые камрачане я вас всех поздравляю с наступающими праздниками с днем города я всем вам желаю конечно самое главное здоровья чтобы вы любили свой город чтобы вы вносили вклад в свой город чтобы развивали чтобы мы гордились своим городом когда мы куда-то выезжали говорили с Камрат с Гагвузи еще раз поздравляю приглашаю вас на празднование это у нас суббота воскресенье на площади приглашаю вас и еще раз поздравляю вас с наступающим августа как анонсирует примария это три дня подряд мероприятие это здорово это здорово Олег дорогие камрачане всех с наступающими праздничками хочу пожелать всем здоровья мирного неба быть немного добрее друг другу и терпимее а и также хочу пригласить в дополнение вас на следующей неделе 24 числа мы проведем кондорсисты и бега которые начнутся в 10 часов утра приглашаю вас для того чтобы не перегружать праздничную программу мы приняли решение чтобы люди успели везде побывать в полную мере спасибо большое Олег Владислав Анатольевич если можно кратко что бы вы пожелали нашим горожанам естественно поздравляю с наступающим уже совсем близко три дня люди отдохнут даже если условная дата но все равно праздник есть праздник для всех самое главное чтобы здоровье всем Боженька дал и как говорится встретимся в городе на праздновании Дня города я благодарю вас еще раз уважаемые гости для наших телезрителей я хочу напомнить что сегодня у нас в студии были Валерий Кыса Владислав Маринов Олег Кристоф это жители нашей столицы столицы Гагузской автономии это была программа обсуждаем вместе на канале ГРТ ставайте с нами у нас всегда интересно до встречи субтитры и субтитры Продолжение следует...